Славинские байкеры взялись за обучение подрастающего поколения. Совместно с представителями ГИБДД они провели акцию по пропаганде безопасности дорожного движения «Шлем всему голова». Чему научили молодежь, любители свободы и быстрой езды? Смотрите в следующем материале выпуска. Инициаторами проведения акции «Шлем всему голова» выступили представители Славинского байк-клуба «Братья дорог». На собственном примере они решили показать и рассказать подрастающему поколению о жизненно важной необходимости соблюдать правила дорожного движения. Независимо от транспортного средства, будь то маленький скутер или огромный байк, на дороге все как братья, а значит должны уважать и ценить друг друга. Мы должны бороться за наших молодых, чтобы они не стеснялись, не боялись проходить обучение в автошколе. Чтобы они знали, что все-таки с правами, когда ты знаешь правила дорожного движения, когда ты есть в экипировке, это надежнее, это все-таки спасает жизнь. Ну и по крайней мере минимально, но безопасно. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы наша молодежь подтягивалась, ну а мы по мере своих сил будем развивать это движение. Акцию байкеров поддержали в Славинском ГИБДД. В связи с высокой аварийностью на дорогах, в том числе и с участием несовершеннолетних, еще раз напомнить о правилах дорожного движения никому не помешает. Байкеры Славинска на Кубани, так же как и госавтоинспекция, обеспокоены наличием мотошлемов и также аварийностью среди водителей мототранспорта. Всем известно, что ДТП с участием мототранспорта приносят самые тяжкие последствия, особенно неиспользование мотошлемов участниками дорожного движения. А также водители не имеют водительских удостоверений, некоторые наши участники. Ну и как всегда получается тяжкие последствия из-за этого. В рамках акции «Шлем всему голова» байкеры для славинских ребят подготовили несколько испытаний. Сначала они должны были сдать теорию на знание правил дорожного движения. По какой стороне полосы должен ехать мопедист возле мотоциклиста? Допустим, по батарейной. По правой. От мотоциклиста. От мотоциклиста по правой. Молодец! Это два правильных ответа. По крайней правой. Засчитали. После теории приступили к практике. Юным мотоводителям необходимо было продемонстрировать умение управлять своим железным конем. Одно из испытаний – так называемая «змейка». После выполнения всех заданий ребятам, показавшим хорошие результаты, вручили подарки – защитную мотоэкипировку. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александр Тимовская. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok